Вся подземная магистраль газораспределительных сетей сел Аршалы и Зооядская выполняется из полиэтиленовых труб. В разработке траншеи задействованы четыре небольших экскаватора и обладающей большей производительностью траншеи-копатель. В строительстве газопровода участвуют подрядные организации из Кустаная. Наша задача сделать разводящий газопровод. Выполняется работа за счет бюджетных денег, за счет государства. На сегодняшний день газопровод построен порядка 80%. Разработа на траншеи 16 километров. Нормальные погодные условия и стопроцентное наличие материалов позволяют подрядчикам идти на ускорение. Сбить темп может разве что одна особенность местности. Есть речка, будем выполнять методом горизонтально направленного бурения. То есть привлекать отдельно подрядную организацию со специальной установкой, которая выполняет прокол под речкой. Там уже тоже идет специфичная труба, но тоже полиэтиленовая, но в полипропиленовой оболочке. Помимо жилых домов будут газифицированы более 10 объектов социальной сферы двух населенных пунктов. В селе Аршалы более трех базовых ТО есть, располагается сельхозпредприятие. В селе Заяцком у нас расположен элеватор. Мощностью более 96 тысяч тонн хранения будет обеспечена качественная сушка зерна. Общая стоимость проекта в селе Аршалы почти 553 миллиона тенге. В селе Заяцком 263 миллиона. Работы, начатые в августе, планируется завершить в обоих селах до конца года. На сегодняшний день выполнено около 90% всех работ. Сейчас оставшаяся работа, это надземная часть, это примерно 80 метров осталось. Для более чем тысячи жителей сел Аршалы и Заяцкого подключение к газу – настоящее событие. Теперь они получат возможность улучшить свои социально-бытовые условия. Газ – это комфорт, это тепло, это дома, уютно. С работы ушло тепло, с работы пришло тепло дома. Это хорошо, ведь подключат и школу, и у нас и дом культуры, и библиотека, и акимат, и медицинский пункт, магазины. Это поднимется статус нашего поселка, поднимется производство, улучшится брови состояния. Это как глоток воздуха, но в вене, поэтому мы очень признательны. И вот я только хочу выразить тем людям, которые в этом нам помогли и провели. Наконец-то у нас будет газ, которого так долго ждали наши родители. Уже установлены газопроводные трубы. Дай бог, он появится в конце декабря, начале января. Вместе со мной радуются мои дети и внуки, все родственники и наши односельчане. Мы завидовали близлежащим деревням, где есть газ. Теперь будут завидовать нам. Благодарю за то, что не забывают о нашем селе. Предполагается, что в результате реализации проекта уменьшится отток населения, а процент обеспеченности голубым топливом в регионе поднимется с 63,5% до 73%. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент», Денисовский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова